Ну, еще одна причина постоянных отключений воды не только долги, но и постоянные прорывы крайне устаревших коммуникаций. Почти по всей Украине трубы уже давным-давно отработали свой ресурс. Они рвутся, образуют гейзеры, провалы и заливы. На этой неделе в Киеве произошел просто мегамощный прорыв. Глыбы асфальта разлетелись по всему двору. Фонтан воды достигал седьмого этажа. В половине дома выбиты окна. То, что никто не пострадал, иначе как удачей, не назовешь. И самое страшное, что так рвануть может в любой точке города. В этом убедился Олег Решетняк. Он спустился под землю, чтобы увидеть реальное состояние коммуникаций. Эти кадры не с голливудского фильма о катастрофе. Раздался огромнейший, сильнейший взрыв. Обычная авария обычной трубы. Сжар просто. Понедельник, 29 мая. Голосеевский проспект в Киеве. На месте прорыва образовалась огромная воронка. Двор стал больше похож на место разрыва артснаряда. Причина коммунального взрыва – плановые гидравлические проверки Киевэнерго. То есть в трубах увеличивают давление, чтобы обнаружить проблемные места. В старой коммуникации попросту не выдержали того давления. Трубу разворотила таким образом. И теперь она напоминает больше полотно, разрушенное временем. Ресурс этой трубы вышел еще 13 лет назад. И таких в столице большинство. На этих кадрах с камер видеонаблюдения хорошо видно, как от взрыва, будто теннисные мячики, взлетают многокилограммовые мусорные баки. Мимо идет женщина. Взарвись линия на мгновение. Раньше плановое испытание могло бы стать фатальным. В Киевэнерго разводят руками. Утверждают, у компании есть современное оборудование для проверки труб. Но для его использования нет законодательной базы. Поэтому и приходится прибегать к старым, дедовским методам. А значит, подобные взрывы в Киеве могут повториться. Мы делаем все возможное для того, чтобы обезопасить людей от таких случаев. Мы выставляем людей, работников компании, для того, чтобы они акцентировали внимание на поведение этих испытаний. Когда случилась авария, чвицы рассказывают, струя воды достигала седьмого этажа. Осколки от асфальта летели аж до пятого. Местами посечены даже окна. А вот двумя этажами ниже стекла разбиты полностью. Регламные щиты магазинов восстановлению не подлежат. В результате аварии пострадали пять автомобилей. Их салоны засыпали камни и асфальт. Она стоит на обрыве. Я не понимаю, как ее звезды эвакуировать, чтобы она взагаля не рухнула туда. В Киевэнерго обещают нанесенный ущерб возместить. Но кому? На сегодня ни одного официального обращения не было. Теперь последствия аварии ликвидируют уже который день. И сколько продлится еще ремонт, непонятно. Ясно только одно. Жителям этого дома пришлось не сладко. Однако самое страшное то, что количество таких аварий растет. Это Аболонь. Один из самых густонаселенных районов столицы. Прямо посреди дороги провалился асфальт. И снова большая удача. Никто не пострадал. Что же происходит со столичными коммуникациями? Мы решили спуститься под землю. Проводником под землей будет наш диггер Михаил. Так вот он сказал, что нам обязательно нужно одеть сим-костюм. Причин несколько. Первая, там внизу много воды. Вторая, в трубе едва ли не вся таблица Менделеева. Тут нет твердой поверхности. Мы сразу проваливаемся. Дальше труба сужается. Пробираться приходится на корточках. Запах становится все характернее. Воняет сыростью. Знаете, каким-то еще странным, кислым. Не знаю, с чем даже сравнить. С коллегидацией и с болотом. Воды становится все больше. Хорошо, что мы прислушались к проводнику и взяли костюмы. Наконец-то выходим из узкого тоннеля. Можно разогнуть спину и немного выдохнуть. Отсюда отошла вазка. А здесь просто полностью разрушена. Снаружи земля. Она сюда сыпется, проваливается. Вон темпички оттуда падают. Исследование киевского подземелья – хобби Михаила. На общественных началах помогает «Киевэнерго». Говорит, это мелочи по сравнению с тем, что увидим дальше. Авария может произойти на этом самом месте. Дом фактически стоит на подземной реке. Местные жители даже не догадываются, что уже завтра в их дворе может образоваться котлован. Там подвал и в том подвале, как и начинается весна и осень, по 3-4 раза приезжает аварийка, откачивает вот сюда воду. А мы идем дальше. Насчитали уже 6 серьезных повреждений коллектора. Это поражает особенно. Под давлением грунта стенку выдавило вперед. Бетон треснул. Трещина продолжает расширяться. В какой-то момент она будет лавинообразно расширить, что так половина земля, наверху будет воронка, соответственно. Так было всегда, и лихолатность коммунальщиков достигла своего предела. С одним главным инженером у нас какой-то контакт был. Он с нами даже сотрудничал. Потом его сместили. Потом пришел другой главный инженер, который допустил катастрофу на Ереванской. Там чуть ли провалился дом, потому что образовалась громадная подземная полость. Этот главный инженер уволился через месяц после этого. Пришел третий главный инженер. Мы ему положили на стол четыре отчета, где показали, что состояние электрокатастрофическое. Нужно что-то срочно делать в этом районе. Он сказал, да, хорошо, и на следующий день уволился. А сейчас, говорит Михаил, Соломинский район Киева и вовсе бесхозный. Главного инженера нет. За какие-то полгода ситуация стала критической. Выходим наружу на другом конце квартала. Вот он, свет. Масштабы разрушений под Киевом поражают. Как и бездействие властей. Если ситуация кардинально не изменится, такие воронки и разрывы будут появляться снова и снова. Олег Решетняк, Ирина Дьяченко, Богдан Саврусский, Евгений Вахнюк. Подробности недели. Телеканал Интер.